Эх, крайняя итерация, друзья! Оп! Погнали! Оп! Хе-хе-хе-хей! Здравствуйте, глубоко уважаемые любители лётных видов спорта! Мы на аэродроме. И как вы думаете, что мы сейчас будем делать? Естественно, конечно, летать. Только вопрос, на чём? Мы будем летать на электрической лебёдке. Сейчас попробую затянуться на параплане. Максим, ты готов крепить кронштейн? Ты батарею, Серёга, включил? Угу. Серёжа включил батарейку. Батарейку мы полностью зарядили. Работает зарядничек. На батарейке напряжение потихонечку растёт. И вдвойне приятно, что всё это заряжается от солнца. У меня на крыше установлены вот такие солнечные панели. Класса стекло-стекло. Производители вот такая фирма литовская Solitex. Панели действительно очень качественные, за что им огромное спасибо. И даже дровяной сарай у нас, как вы видите, под солнечными панелями. Дрова – это на хранение углерод. То есть, то, что солнцем освещалось, поглотило углерод из воздуха. Выросло и сгорит. Выделит углерод, который опять деревья поглотят. И, в общем, это бесконечный цикл. Вот так замечательно горят дрова в камине. Двойное стекло. Оно, опять же, гильотина. Можно шашлыки жарить. Всё, что угодно. Там сверху в камине тепловые трубки специальные. У него кожух весь с водой. Но обязательно шамотом облицован, чтобы всё было замечательно. И всё это отапливает весь дом. Загружает сейчас энергию в бак 750 литров. И радиаторы, вода горячая. Ну и так далее. В ту погоду, когда нет солнца. Например, в такую. Видите, идёт дождь. Но при этом вырабатывается, кстати, достаточно большое количество электроэнергии. Даже при полностью пасмурном небе. Наша котельная. И смотрим сейчас, сколько у нас. Как вы видите, друзья, 873 ватта сейчас вырабатывает наша электростанция солнечная. Ну, сейчас середина дня. То есть, ну, не киловатт, но 0,8 киловатта мы имеем. В дождь. Самое интересное, что в этот же дождь идёт зарядка 750 литрового бака от солнечных вакуумных трубок. Почти 3,5 киловатта вырабатывает сейчас солнечная электростанция. Видите цифры. 14 ампер идёт в сеть. Ну, не домашнюю. И сейчас заряжается не только батарейка лебёдки. Ну, и вот заряжается батарейка, которая питает весь дом. Это инвертор, который питает весь дом. Так, вкратце. Если хотите, могу вам сделать потом ролик, как у меня всё работает. Это тепловой насос, который сейчас отапливает тёплые полы в доме. До сих пор работает всё на солнечной энергии. Массив панели мощностью где-то 6 киловатт, теоретическое. Вы видели 3,5, это утро. Солнце вот под таким углом к горизонту. Днём будет 4-5. И КПД очень сильно падает панели при нагреве солнцем. Поэтому самое интересное, что максимум выработки идёт зимой. Вот где-то в районе февраля месяца, когда холодно. И много солнца. Ну, посмотри, ровно кронштейн стоит. Тусечка, посмотри, ровно. Вроде как ровно. Держи ключ. И крути. Смотри, только вот так вот раз. Ага, и по часовой стрелке вот так. Оп, тяни, толкай вниз рычаг. Молодец, Макс, хорошо. Маши кряхтит. И тяни вверх. Оп, молодец, отлично, Макс. Теперь папа ещё дотянет, хорошо? Да. Молодец, спасибо. Ну что, Макс, ты первый в твоей жизни испытания. Ты первый, кто прикрутил этот фаркоп. Сейчас затягивает папа со всей силы, какой у него есть. Будем надеяться, что эта штука выдержит. Кирилл обещал, что выдержит. Жена одной рукой накинула. Ну, это была изначальная идея, что жена одной рукой, а потом она трансформировалась. Согласить не очень-то сложно. Ну, и вдвоём? Нет? Ну, и расчёт, что два человека будет. О, всё, есть. И теперь вот эти штуки нужно... Да их они же на эксцентрике. Нужно просто... Да, вот так вот. Не, подожди, наверное, вот так, как я, смотри. Какая резьба. А ты некрасиво сделал, у тебя куда-то раком всё торчит. Сделай, как я. Зато удобно. Нет, должно быть красиво. Ну, это должна быть фотография. Слушай, и что, и всё, что ли? Волнуюсь я. Давай вещи своими нами очкуешь. Одно дело, как это, лебёдки делать, а другое дело самому на них летать. Это две большие разницы. Хорошо, когда у тебя есть испытатели. Серёга, я насколько понимаю, вот эта кнопка красная, это рубить трос. Но у тебя тоже есть на телефоне. Она не красная, но она там присутствует. Красная, со зелёным свистком. Да, на которую всем в первую очередь хочется нажать. Слушайте, ну давайте подключимся к лебёдке уже, что ли. Подключайся. Провод спокойно выходит через заднюю дверь. Аккуратно пойдёт. И вот на все четыре разъёма он прицеплен. По идее, лебёдка готова к работе. Лебёдка сохранена. Так, здесь крепко. Давай побрымкаем. Ну, если тянуть, что называется, тандем, то нужно, конечно, отсюда делать оттяжки на вот эти петли дверей, например. Или, если у вас есть багажник, на багажник. Так, на всякий случай. А так, одноместный параплан, такой даже толстый, как я, вполне себе должна эта лебёдка вытащить. Да, Серёг? Как ты думаешь, вытащит? Да куда он двинется? Я думаю, что теперь планер забуксируем. Самое главное, друзья, в полётах, это правильная обувь. Потому что огромное количество травм получено тем, что люди не используют правильную обувь для парапланов. Летают себе в всяких кроссовочках, тапочках, кедиках. И потом, когда случается, может быть, даже не совсем нештатная ситуация, а чуть-чуть нештатная, они понимают, что они в ботиночках, перестраховываются, как-то не так ставят ногу, и в итоге её бах-бах-бах ломают. Сколько лет этим ботиночкам? Куда это он поехал? Может, лучше всё-таки с травы, а не с полосы? Мой тебе совет. А? Мой тебе совет. Стартуй лучше с земли, а не с асфальта. Почему? Ну, потому что споткнёшься, так хотя бы поиспачкаешься, а так сотрёшься. Ладно, нормально. Красиво зато будет. Ну, эпично, да. Я же оберносяц. Параплан – это праздник, который всегда с собой. Я летаю на данный момент на параплане фирмы моей любимой Sky Country. Подвеска Vector. Такая олдскульная, красивая, сидячая. То есть не вот эти коконы-шмоконы. Не люблю я такое, а настоящее. А ты любишь лежачие? Лежачие? Не, не люблю. А я люблю. А параплан у меня Scooter 2, насколько я помню. Надо сейчас посмотреть. Я уже на нём летал, Шабра, мне очень понравилось. И большой привет, огромное спасибо, и большой привет моим друзьям, которые раньше шили парапланы в Харькове, но в данный момент эвакуированы в Западную Украину и налаживают производство на новом месте. Их фабрика… Сами знаете, что случается сейчас под Харьковом. Макс, тоже, тоже станет. Два пальца надо показать вот так. Ты уверен? А как? Вот так? Макс, ура! Вот так? Вот так? Или вот так? Нет, вот так. Макс, сделай фотографию. Ты же смотрел этого Черчилля, по-моему, да? Ну да. Где он перепутал, а не в ту сторону показал, а вместо Виктории показал им… Эх, а должны были Максу пошить подвесочку. И даже пошили. Если она не потерялась при эвакуации, Максику придёт тандемная подвеска с надписью «Максим». О! Скажи дяде Володе и дяде Лёше, спасибо заранее. Спасибо! Дядя Володя и дядя Лёша, сил вам! Спасибо! Всё будет… Что? Взлетаем? Точно? Да! Давайте уже кого-нибудь запустим. Ну, начинается. Ты же сам говорил, что спешка нужна только для ловли блох. Так, ну, суету от этого самого, от умеренного ускорения надо отличать. Друзья, хорошая новость. Прилетел наш самолёт-буксировщик. Сейчас он приземлится, потому что мы его ждали. Он летал в город Габ. И пока он не прилетел, было бы опасно взлетать на лебёдке, на аэродроме. Не на посадку он заходит. Он не садится, он хулиганит. Не на посадку он заходит. Вот хулиган! Наш человек. Контент-огонь! Это мой друг за рулём. Эй, дэй, дэй, дэй! А он ещё кружок даст, интересно? Даст, даст. Я тогда тоже сниму ещё. Ай, красавчик! Пошёл. Как же хорошо, что я включил камеру. Красиво приземлился, молодец. И рулит. Оп! Ну так. Красиво. Давай я буду снимать. Не, Максичка, я пока посниму. Да! Нет! Да, готов, можешь ехать. Я, по крайней мере, упираюсь. Снимай, как она уезжает. Если что, я готов отцепиться. А, тугоста. Друзья, сапожник без сапог. Видите, нет у меня кокпита. Жена подарить обещала. Первое мая. Восьмое мае. До восьмое марта, да. Лечу я с прибором Naviter N. Совершенно под... О, О, Диэн. Потрясающий прибор. Я на нём много полетал на планере. И вот, собственно, сейчас я буду летать с ним. До десяти метров вышло. Вариометр. А как он знает, что до десяти метров? Принято. А как ты об этом узнал? Да, у меня счётчик есть. Метро. Чёт. Так мы наконец-то узнаем, какая длина полосы. Четыреста метра. Четыреста принято. Сколько? Ой, друзья, волнуюсь я. Я считаю, что стартовать с асфальта вселенская глупость. Но вы понимаете, что я по-другому не могу. Я же привык к тому, что я стартую с асфальта на планере. И хочу, чтобы эта буксировка была, не знаю, вошла в легенды. Фу, я готов. Серёг, ну, пилот готов. Макс, отходите с Максом, может стропами зацепить. Отходите в сторону. Даю тяги. Пробую. Я лечу. Фу. Всё, друзья, уселся. Нормально. Шестьдесят килограмм. А сколько же у меня королеометра? Мой верный на ВИТР. Четыре, шесть метров в секунду, друзья. Четыре, три. Отлично. Ну, давай сразу ступеньку. Времени больше не будет. Хорошо, приготовились по колонкам. Сделаем все. Хорошо. И начинаю разматывать трос. Фу. Полный стиль. Лечу медленно, друзья. Чтобы вы понимали, на как мне страшно, посмотрите. Во-первых, дрожат руки. Во-вторых, я над планерным аэродромом лечу. Выматываю трос. Вот место старта моё. Снижение полтора метра в секунду. Ну, я над планерами сейчас буду разворачиваться. Ау. Отлично, супер, просто бомба. Фу. Ну, что я могу сказать по ощущениям, когда разворачивается. Есть лёгкий-лёгкий, такой маленький, пару килограмм. Такой не рывочек даже, а легчайший. Папа берём. И всё, и дальше опять всё хорошо. Да, Максик, папа летает, папа разматывает трос. Работает с размотчиком. Да-да, я обратно, Максик, приземлюсь, конечно. Сейчас мы немножечко затянемся повыше, здесь Серёжа, и приземлюсь обратно. Лечу, разворачиваться буду. Вот, я, вы видите, не могу дальше улететь за планера. Боюсь, если вдруг, не дай бог, что-то с тросом, чтобы не попилить ничего. Ну, над ними выйду, развернусь, ещё сделаю одну операцию. Снижение, чтобы вы видели, вот, 1,6 метров в секунду, то есть чуть-чуть больше, чем обычно на параплане, совершенно не критично. Я над речкой, сейчас буду разворачиваться. Волшебно, но с этой технологией можно жить. И главное, что штиль, полный штиль. Хочешь, я тебе могу побольше тягивать, 60 килограмм, могу 70 дать. Ну, дай 70, нормально будет. 70. Если что, кричу. 5 метров в секунду, 5,2, 4,8, 4,7, 4,8. Нормально совершенно. Нормально. Команда «Невитер», спасибо за прибор огромное. Ребята из «Скайкантри», огромное спасибо вам за этот параплан и подвеску. Поднимаю, мечтаю, чтобы скорее закончилась война, которая выгнала из родного дома в Харькове. Ну-ка, смотрим, как лебёдка сматывает. «Друзья, я счастлив, что я могу вам сказать. Да, я счастлив», потому что потрясающий совершенно аппарат. кирилл респект уважуха я рад что мы начали работать сколько год 4 назад просто потрясающе вместе сделали такую машину обалденную который можно стартовать его час впереди склон да я могу склону подлететь и летать прекрасно в восходящих потоках может дома в огород приземлиться камеры нет друзья вот наш аэродром вот день моего планера у планера парапланок полоса получается у нас серёга размотал ровно километр троса потом кстати уже уже на автобусе мучиться в обратную сторону здесь карьер вот на этом холме живет восходящий поток то есть по идее если я затянулся днем они рано утром то я могу вы найти восходящий поток и вообще набирать вот колдун у нас видите ветер у нас западный не сильный запад серёга мчится по полю я полечу поближе к старту там буду поближе планирующим приземляться красивым нашим никаких агегей я воздухе делать не буду друзья полет испытательный я человек дисциплинированный пилот осторожный бам-барам-барам что я могу сказать ощущение у меня наверно какой-то выполненной миссии что ли когда что-то получилось хочется сказать просто быть от восторга и радоваться первые пузыри какие-то пошли потихонечку туся какой ветер на посадке ох как а вот над карьером то подтрякивает чуть-чуть как бы такой силе что меня тут придерживает везде сейчас раз пузыри зацепить и на маршрутке я классический заход восьмеркой выполняю чего ты там прилетаешь меня качает пошла первая термичка меня он низки опускает друзья держит на краю поля так надо так чтобы солнце на меня не светило чтобы был красивый ангар и планера можно даже на крышу колизон приземлиться ой бля тут же лэп она на другое место идет вниз идет он И-ху, Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ну как, ты видел, как я полетал? Вот так, раз-раз, да? В разные стороны. Ура! Ну слушайте, я даже лучше, чем я ожидал. Туся, Серега, тебе понравилось на этой лебедке рвут? Бомбически. Она не ревет, не шумит, там что-то крутит, прикольно. Слушай, но главное, что она еще и, ну не знаю, удобная. То есть, насколько он был скептически настроен вчера, настолько, мне кажется, скептически не настроен сегодня, да, Макс? Да. Фух. Левантус. Сколько набрал-то в итоге? Слушай, а я забыл, я забыл поверить. Ну ладно, трек-то записан. Трек записан, да. У нас есть рация на авиационной частоте, 123,5, частота нашего аэродрома. Побежала, Туся, хорошо. Небольшая завязочка справа, Туся, трясешь потом. А, все, расправилась завязочка. Хорошо, набирай. Поехали, поехали. Эх, крайняя итерация, друзья. Оп. Погнали. Оп. Хе-хе-хе-хе-хей. Отцепка. Вот как красиво вокруг. Посмотрите. Слушай, она охватывается, сколько 20 метров в секунду, а только сколько еще охватывается. Где дальше далеко был? Да. Я проверяю, какой ветер. Сейчас сделаю спираль. По идее, в спирали должно определить мой ветер. Я затянулся на лепетке на тысячу, где-то, может, тысячу сто метров. Посмотрите, как красиво вокруг. Мои ботинки на высоте тысяча метров над всеми горами. Вокруг идет дождь, грозы и так далее. А я тут летаю. Хе-хе-хе-хе. Класс. Скажу, что это счастье, наверное. Вот так вот взять, иметь возможность затянуться и полетать. Друзья, мой новитер верный сигнализирует, что я в наборе стою. 0,9-0,8 метров в секунду. Не сильно, но при таком затянутом небе, вы сами понимаете, что это достижение. Главное, чтобы достижение в грозу не превратилось. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Друзья, ну разве это не кайф? Посмотрите, над родственным домом. Хе-хе-хе-хе-хе. Мой дом, вот он. Сейчас ногой покажу. Видите? Вот с солнечными панелями. Две панельки. Одна солнечная, другая тепловая. Сейчас. Один и точек скручу. Оп, погнали. Пью-у! Во! Вот это уже глубокая. Пью-у! Ну такая лениво глубокая спираль. Потому что совсем глубокую я не хочу. Параплан незнакомый, до земли немного. И, в общем-то, мне еще надо высоты долететь. О, а я и вперед-то не лечу. Хе-хе-хе-хе. Друзья, в кои-то веки поснимаем вам наш городок с малых высот. Потому что на планере свестишь, все быстро происходит. Вот, где мы живем. Такой небольшой городочек называется Лоботи-Манселион. Городочек уютный, замечательный Видите, нет проводов Нигде, заслуга нашего мэра Что все провода убрал Под землю, видите, нету проводов Клябели везде под землей И от этого город Выглядит просто более чем прилично Очень красиво Можно, кстати, было бы на склон сейчас пойти Вот на этот попарить Киньте меня камнем, я сесть не могу Не получается у меня приземлиться Вниз не идет параплан Очень хороший параплан Скайкантри, скутер 2 Ну а вот как садишь, так камнем и кинем Во, на месте стою, друзья Почти, сейчас я получу Люлей от этого самого От ротора, который впереди Вот надо немножко от асфальта убраться Чтобы, если падать, на что-то мягкое Смотри, на дорогу не сядь Папа! Оп! Туся, тут ротор Меня колбасит шокердык Тут же ротор от перегиба Ну, вы куда меня заводили на посадку? Папа! Да, только мои навыки многократно тренированные спасают меня Макся! Ну что ж, миссия наша завершена Мы испытали лебедку Мы испытали лебедку Лебедку испытали, да Лебедку До новых встреч, глубоко уважаемые любители ледных видов спорта Сейчас я эту штуку прикручу, вы можете ехать. Могу это. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!